всем привет сегодня без гитары в ближайшее время я вас ничему учить не буду потому что ну занялся написание материала для своей команды поэтому ждите от меня выпусков типа пиздежа буду как обычно говорить какие-то свои мысли на какие-то темы вопросы попытаться отвечать раскрыто а вы как обычно будете писать что да молодец в твоих словах есть смысл или же нет ты идиот и несешь полную хрень в принципе и к тому и к тому я уже привык и естественно поэтому ну это на это норма сегодня мы поговорим о чем ну во первых я немного коснусь темы почему я играю не тяжелую музыку сколько мне начали писать здесь с последними выпусками почему я не играю металл то есть вот когда я могу учить играть металл нормально могу его играть в принципе что-то придумывают в нем знак как он строится почему же я не в нем ну у меня был выпуск по типу металл против попсы и давным давно это немного не то там я говорил относительно того что в металле безусловно больше новичков и плохих музыкантов а в поп музыки больше качественных музыкантов я сейчас имею ввиду не бит долбежка то есть да и самое банальное что можно представить выживание каких-то денег а именно поп музыку коммерческую музыку который пишется на дорогих студиях с дорогими звукорежиссерами музыкантами сессионными и так далее которые все могут позволить естественно известные музыканты высокого уровня ну в основном вокалисты естественно поскольку вокал легче всего продвинуть литерную музыку продвинуть намного тяжелее инструментально тем более тут все ниши заняты так вот почему же я все-таки решил заняться более легкой ну потому что почему и все потому что стало тесно в металле потому что любая группа которая играет металла она играет какой-либо стиле и этот стиль от нее ждут то есть не будь же ни с того ни с сего мешугах там играть power metal да какие-то power нотки и запоет же слепкнот каким-либо кипелов если запоет слепкноте вот эти вот такой манерой вокальной но это будет не их не фишка у них есть свой стиль там трэш они отходят меняются все равно в сторону коммерции стараются но в пределах того чтобы фанатов не расстраивать опять же развиваться при этом но кстати фанатов у них стало ведь больше то есть все меняются это нормально все музыканты растут собственно в том-то и проблема что у нас почему нет качественной музыки музыканты не успевают вырасти у нас нет такой поддержки музыкантов как за рубежом как поддержка проектов старт стартапы всякие всевозможные там видеоигра фильмы и поэтому музыкант в принципе он к он начинает заниматься опять же не с детства а позже и пока он начинает созревать там 25 годам уже надо выходить замуж за бабу у нас это так матриархат и она говорит на хер музыку это в неблагодарное дело забей на все это и получает что музыкант от нас бросается это дело мы не становятся музыкантами не успевают их очень мало принципе нас и музыкальной культуры нет то есть много факторов не будем вдаваться сейчас не об этом речь о чем речь а о том что в основном то есть увлекается молодежь металл мы это нормально потому что это что-то такое своеобразное отдаленный неформал увлекаться музыкой что-то в чем можно погрузиться то есть там какая-то своя субкультура есть это возможность от себя отделить от общества то есть я слушаю музыку не такую которую слушать общество дается там зомбо ящик и так далее это все нормальное желание подростка все через них проходят и я в том числе вопрос в том что с возрастом ты или их сознаешь или что это нормально все и что это ты был подростком и ты меняешься ты растешь или же ты остаешься таким то есть каким ты был ну или же в косухе алкашом и всю жизнь бухаешь на лавочках в грид дырах на шерстяной носок до зимой и летом или же ты ты остаешься тем там они остаются рокеры там такие они такими остаются принципе такие убиты а так чтобы металл курщики в 30 лет 40 лет но это на западе может быть там есть условия для поддержания субкультура у нас этого нет поэтому сам это все молодые ребята так вот почему потому что больше диапазон работы потому что нету жанровых ограничений я ведь не занимаюсь чисто там поп музыка вы можете меня сушить прямо откровенную попсу да есть рапчина а есть брэкдауны есть тяжелые кочевые песни которые даже бывают не записываю потому что они тяжеловаты и в принципе трать на них деньги ни к чему аудиторию может пугать хотя на концертах мы их играем какой-то старый материал то есть мы можем отыграть и в кафе каком-то спокойном да можем отыграть на рок-фесте с металл бэндами такое бывало а с рок-бэндами ничего страшного у нас такая такая музыка есть это никак никакие ограничения не накладывает единственное что я отказался от гроулинга раньше я в нем опять же разбирался там 100 видов скрин и там всякий пик скрин и там все делал inhale exhale вообще ракет кавера записывал совершенствовался дете скрин там форс о форс корт помню что там это на надрыве даже научился там петь какие-то кричал по типу слепноты пытался ну конечно на таком уровне на обычном в общем как только начал заниматься чистым вокалом подальше и коммерческой музыка увлекся все это отошло городский металл станут для меня не чем-то таким сверх музыкой а как раз не до музыкой уж простите меня юные мои слушатели но не до музыка для меня стал как это большинство известных мне грамотных музыкант взрослого музыканта уже которому лет 25 и выше они как правило считают вот этот вот новый металл не до музыкой старый металл там да там уже другие свои но они так сказать каноны это совсем другое и собственно старый металлист они не любят новых металлистов абсолютно это вообще разные люди так вот новый металл никто как правило за музыку в принципе не считает и так много сейчас закинул в камере мне показалось блять что я это шарен стон из фильма основной инстинкт нет я не голый я в шортах так вот хотя надо было оставить интригу и опять же помимо жанра у меня есть диапазон не только в сочинении стилистически у меня появился диапазон в инструментальном плане я перестал зажиматься в одной тональности у меня появился такой инструмент как бас я знал что такое ритм секция что бас гитара не должна вести по одной струне и подчеркивать гитары что гитара это не основа всего конечно не могут выделяться выходить на первую тему но у них есть своя цель высокие ноты украшивать а у баса есть своя цель низкие ноты не надо гитары пытаться компенсировать их и собственно вас я тоже немного занимаюсь увлекаюсь вот я сейчас пишу материал на басу и год назад писал альбом слушаю ну и в принципе исходники слушаю я тогда мямлил на басу я играл как металлист то есть старался максимально ровно играть сейчас я играю и ровно и насыщенно и ярко и драйвовое качало и он звенит у меня струн облады и это клёво он клёво звенит то есть я расту а в металле бы я не смог так расти потому что ну в принципе я бы не стал познавать искусство баса и экспериментировать с ним потому что есть определенная схема по которой действуют все металл группы зачем к ней отклоняться это опять же условия стиля нельзя это просто нельзя иначе будет звучать не по металлому дальше чисто вокал пришлось работать с текстами опять же то есть мимо ритм секции каких-то рисунков новых применение звука опять же можно использовать искусственные барабаны живые барабаны какие-то сэмплированные барабаны это все также меняет композицию меняет звук в металле вообще положен только живые барабаны почему-то все только пластмассы выставляют потому что играть чем научились опять же а когда научились уже не играют уже металл не играет уже все женились и под каблуком дальше помимо этого ну клавиши это бог с ним это понятно это основа музыки все начинать грамоту так вот с текстами с текстами опять же да в поп-музыке популярна тема любви но ничего в этом плохого нет почему на любви потому что потому что опять больше места больше места для рифма для того чтобы размашисто о чем-то писать любовь это такая тема она ведь ассоциируется совсем красиво любовь это красиво и любая цитата круто пишешь красиво и можно как-то соотнести с любовью то есть это как тональность если как ваша фраза ваша рифма она очень красивая она априори уже соответствует любовной тематике и здесь как раз не надо ныть как в известных западных металл бендах делается если переведете тексты здесь не ноющие не плачущие не скорбящие тексты а вот все даже грустные песни нашей команды они скорее положительных моментах на самом деле о том какие классные какой классный бывает жизнь а как конкретно каких-то моментов жизни поэтому так и называется группа то есть мы поем каких-то моментов в жизни и если классный момент жизни проснуться с девушка допустим с красивой девушкой с утра ну почему об этом не написать песню не обязательно вдаваться прямо описывать момент это не русский рэп то есть надо затронуть много тем много эпитетов красок какие-то новые слова связать в новую цепочку ты не слышал вот что интересно в текстах то есть взять любой текст и тем более не всегда слюни там до этого и драйва вы какие-то песни и любовь к жизни и каким-то приключением опять же то есть это все тоже можно описать не обязательно ограничиваться червями кровью смертью ты умрешь я изнасилую твой труп и не обязательно государство отстой все говно наш президент нас так так далее там вертел вы где ну политиком да я не в принципе не сижу в думе чем не политики пить я вот да я живу я могу пить о жизни что-то там да но не политики зачем даже мне это даже не интересно кому-то интересно тот пуская поет у них своя публика свои и взять найдут слушать так вот даже в текстах опять же больше диапазона на самом деле то есть вот возьмем на мою песню там последний последний не будем брать оставлю загадку мы макияжем или алкоголь и бит там я не знаю как вы хотите но этим макияжем ночь разливает бокалы дорогого яда это ее фейс-контроль на лучших и нападали на парадных местах на пьяные колесницы мы сорвали и зарвали лошадей в колеса гнутся спится атакуешь меня движением тела твоя фаталити кружева и белый мои грязные мысли твои белые зубы идеально оставить себя все обдумать или и пятница приходит и ты идешь блин шестой текст не помню за дверью приходит дешев а боксин с текстами этими говно все не на самом деле текста пишется уже как-то интереснее хочется как-то что-то новое привести какую-то новую тему каждый раз взять я не пишу каждый раз там если я пишу текст на той же самой тематике той же самым сцене я беру какой-то момент какую-то историю и описываю при этом стараюсь максимально вовлечь аппетитов туда максимально сравнение каких-то красивых чтобы и не было каких-то угловатых русских слов все-таки русский язык сейчас ну сейчас модный плавнять немножко и слова такие специально подбирать без жестких многосоставных грубых согласных дальше тонкости мелочи партии продуманность партии аранжировок то есть например я могу сыграть то есть даже касательно самих партий я могу какие-то аранжировки какие-то мелочи какие-то новые для себя вещи использовать познавать и это все придает значение влияние в звуке с работы с чистым звуком я начал играть преимущественно на чистом звуке раньше я вообще на нем не играл сейчас я понимаю что это здорово это классно каждую ноту контролировать и в создавать на идей на идеальный по характеристикам по всем то есть у каждой ноты есть свои заданные характеристика высота длительность динамика громкость и вот все их цепочки каждый заданность выдержать в идеале выдержит постоянно до конца композиции это отдельный навык на чистом звуке этому надо учиться экспрессия чтобы она была красивая это чтобы не было и башевым а это было задумано продуманно и технически очень музыкально звучало то есть вот когда хороший музыкант берет гитару и начинает играть и ты понимаешь что это кайф то есть это вот отставание какие-то медленнее сейчас играл с легким отставанием акцент то есть а можно сыграть те же самые ноты но как-то кривато есть люди еще корее играют музыка сразу кончается когда играют хороший музыкант и вливается плохой в нее да то есть группа играет настолько хорошо насколько играет ее барабанщик говорят ну а также насколько играет с ее самые слабые инструменты все вывести на передний план то есть вы сильны как сильно ваше слабое звено не знаю потому что реально если чтобы группа звучала хорошо в ней должны всех хорошо играть все хорошо обязательно все быть нужны не должны каких-то сильных черт и слабых черт быть не должно то есть сейчас я могу сыграть допустим вот так то есть два штриха вниз могу сыграть могу сыграть и вот тут появляется интерес выдержать идеально ровно вот этот вот грибок сейчас он был неровный и я перестал играть потому что он вышел выпал из музыкальности опять неровно опять неровно а сейчас его не было вот и мне понадобится какое-то время освоить этот прием для меня этот рисунок то есть чтобы сделать его идеально и записать его в дабл трек и еще на электрухе и на акустике для фона как делают западные группы знаете для фона на припеве то есть вот куча таких вот всяких штук они появились с появлением ухода в легкую музыку их очень много ну ладно вам об этом хватит второе вопрос которому хотим сегодня поговорить я хочу поговорить это о том что лучше одни то один гитарист группе или два гитариста группе тоже спрашивают начинающие ребята тут все просто два гитариста используются для более плотного звука и на самом деле два гитариста сразу облегчают работу если вы играете в три инструмента бас гитары барабаны вы опять же должны все уметь играть да понятно что и все должны как я сказал играть в группе уметь пускай вот там 10 человек вы должны все уметь играть в группе но играя тремя и как правило играю такую музыку не тяжелую то получается у вас гитара вообще голая у вас бас играет на в нижнем диапазоне нот такой пробел и гитара играет высокие ноты если вы где-то лажаетесь играйте неровно то это сразу видно вы прямо голой пиской по холсту мажете и все ваши косяки все видно а если вмешивается дополнительный инструмент будь то клавиши уже появляется фон и в нем уже как-то более все сглаживается если это дополнительная гитара на дисторшн или ретон гитару то там вообще сразу такое мясо играть соло поверх рифа уже и не слышно там то что вы ноту не додержали не дотянули там допустим ее ну большинство народ не слышно да и даже и прощается это в принципе уже нет таких требований поэтому в три инструмента играть ребят сложнее на самом деле чтобы выдавать качественный звук качественную картинку то есть минимализм правильный минимализм он сложнее конечно в грязи намного легче играть начинающим группам поэтому берут двух гитаристов а так если подумать назвать вот известный групп с одним гитаристом дополну там мы сидите почти везде одна гитара играет да ну может быть ошибаюсь не фанатах но рисунки мне почему-то запомнились именно в одну гитару их неказан и потом сеть мов и да он до дарма океан харизматичный парень мэрл мэнсон в одну гитару почти играет всегда вообще почти всегда потом в одну гитару играются начальные песни линкен парк в принципе ну ладно но это зря что предел лимбийский пожалуй сразу не вспоминается рядом с ними тоже в одну гитару играет то есть полного группа там редко чили пеперс который играет в одну гитару и фишка в том что играю в одну гитару гитаристы есть возможность ты разбежаться что ли какие-то придумать даже невозможности ему приходится каждый раз придумывать что-то новое новую тему кардинально новый рисунок потому что он не может играть там ритм соу постоянно тогда когда пусть разделение них есть три щетка в храните т.д.н. т.д. приходится играть каждый раз что-то новое новая песня придумывать и при этом сохранять свою стилистику поэтому группа с одним гитаристом там гитаристом более личность он более выражается то есть на его больше ответственности падает и он больше значит группе обычно таких гитаристов группах и знают собственно а вот в группу где два гитариста их ну мало кто знает там ну да знают это слепного ткани что-то куда деваться корну хотя я вот в корне гитаристов не знаю неинтересно но понятно там что в периферии там три гитариста у них специфика ты специфичными стиль музыки а так в основном популярным становится группа с одной гитары как ни крути и в принципе чем меньше инструментов тем много плюсов появляется не только дележка денег там какая-то да а в плане вообще всего и являются свои плюсы помимо требования к себе поэтому играть в три инструмента это классно в четыре инструмента звучит мощнее богаче и круче звучит почти то есть играть в три инструмента это сложнее с тем же звуком выдавать ту же мощь но если вы выдаете ее то вы круче да ну что тут еще можно сказать а то что игра в три инструмента это конечно же требование сразу к барабанам и бас-гитаре сразу не только к гитаристам то есть бас-гитара должна играть уже не за гитарой а придумывать отдельный рисунок вы посмотрите рисунки басовые рисунки в хороших композициях даже в нашей попсе даже в нашей попсе в каких-нибудь там я не знаю там градусов там чем группа там да и увидите что блин да там на басу одновороченную е-мое а в металле там почти всегда бас-гитарист не умеет играть в металле бас-гитарист это не умеющий гитарист ничего ночи на этом все наверно закончим хватит болтать камера садится всем было немного скучновато я уставший потому что весь день работал плюс тренировка на массы наборе 4 кило набрал был вообще дрящом жизнь до канала так вот всем пока до связи выпуски будут будут скоро но может быть и погиб поиграем